Это вынудит нас проводить более жесткую монетарную политику, и это может привести к рецессии, и это будет плохо для рынков и работников. Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня, наконец, произошло немыслимое. ФРС США перестала отрицать очевидное. В этом выпуске я расскажу тебе о том, как Джером Паул из ФРС США рассказал, как конкретно они собираются взять под контроль инфляцию с помощью процентных ставок. Но самое главное, Джером сказал, что им, возможно, придется вогнать рынки в рецессию для того, чтобы справиться с рекордной инфляцией. Если быть точнее, он сказал, что борьба с инфляцией практически неизбежно ведет к рецессии в экономике и, как следствие, на рынке тоже. Итак, давай послушаем самого Джерома, а также поищем факты, которые могут указывать на то, что рецессия в 2022 году вполне реальна. Чему больше всего угрожает борьба с инфляцией? На первом месте, конечно же, стабильность цен и курсов. Если инфляция станет стойкой, если темпы ее роста укоренятся в нашей экономике, это вынудит нас проводить более жесткую монетарную политику. И это может привести к рецессии, и это будет плохо для рынков и работников. Во-первых, давай я переведу тебе это на человеческий язык. ФРС США только что призналась, мы подсадили всех на бесплатные деньги. Теперь, когда мы всех лишим бесплатных денег, они все сойдут с ума. Когда мы перестанем вливать деньги в экономику и начнем распродавать свои активы, рынки будут тонуть. Во-вторых, Джером Пауэлл весь 2020 год говорил, что экономика сильна, рынки сильны. Все сильно, согласно цитатам ФРС из 2020, ты об этом помнишь. Тогда почему сегодня Джером говорит, что даже небольшое повышение процентных ставок угрожает экономике рецессией? Я знаю ответ. Все, что они говорили весь 2020 год, было ложью. И, наконец, они сами признают это. Если инфляция выйдет из-под контроля, хотя мне кажется, она уже вышла из-под контроля, Федеральному резерву придется ужесточать политику сокращения закупок на рынках и повышать процентные ставки, причем куда больше, чем они ожидали. Американская экономика, как следствие, закончит рецессией, которая распространится и в глобальную экономику тоже. Но знаешь, что самое сумасшедшее? Инфляция растет со скоростью, которой не видели 40 лет. Ну а что со ставками? 0,08% с марта 2020 ставки упали практически до нуля. Интересно, если инфляция находится на максимальных за 40 лет уровнях, какими были процентные ставки 40 лет назад, в 1980-х? Они находились на отметках от 15 до 20%. Сколько раз они обещали поднять ставки в этом году? Три раза. За три раза они хотят поднять ставки от почти нуля до 20%? Мне кажется, они будут поднимать ставки чаще. Например, генеральный директор JP Morgan, Джейми Даймон, говорит, что может быть 6 или даже 7 повышений процентных ставок в этом году. Ты посмотришь на графики, скажешь, что вот в 2008 и 2018 тоже повышались процентные ставки. Что такого? Разница между 2022, 2018 и 2008 годы, в которые ФРС сокращали закупки активов на рынках и значительно повышали процентные ставки, заключается в том, что ни в 2008, ни в 2018 им не нужно было воевать с такой высокой инфляцией. Поэтому в 2008 и 2018, когда все стало очень плохо, они смогли развернуть курс своей политики. Но теперь, когда инфляция такая высокая, поднять ставки без серьезных последствий для экономики практически невозможно. Есть также еще одна проблема. Это правительственный долг США, который приближается к 30 триллионам долларам. Сумасшедшая какая-то цифра. Джером Пауэлл прокомментировал и это. Давай послушаем, что он сказал насчет этого долга, но самое главное то, как он это сказал и то, как он на это отреагировал. Но я могу предположить, что долг продолжит расти. Кто-то посмотрит на этот график и скажет, похоже, у вас есть проблемы с тем, чтобы одалживать деньги. Но у нас таких проблем нет. Вообще нет. Сейчас долг находится на неустойчивом пути и он растет быстрее, чем экономика. Нам нужно обращать на это свое внимание. Лучшее время обратить на него свое внимание в хорошие времена. Когда экономика сильна, налоговые отчисления стабильны. Мы не занимаемся фискальной политикой, но устойчивость долга и его максимальное невлияние на нас это то, к чему мы стремимся. На самом деле Джером в этом отрывке заметно нервничал. Это видно и по скомканности ответа и по движениям тела. Однако он подтвердил, что ситуация с долгом сейчас неустойчива. И рано или поздно им придется обратить свое внимание на эту проблему. Сейчас долг приближается к 30 триллионам. В какой точке люди скажут, что все уже хватит, достаточно. Нет ни одного способа им выплатить такие долги. Может быть кроме одного. Поиск способов обложить население новыми налогами. Например, налоговое управление в США уже начинает лезть в частные бизнесы. Человек продает телефоны или покупает подарок или что-то вроде того. Если сумма будет более 600 долларов, налоговая потребует налоги. Что это еще значит? Что у правительства не будет возможности тратить и тратить и тратить, как они это делали последние 10 лет. Так что, когда следующая рецессия придет, у них будет много меньше сил для того, чтобы с ней бороться. Но есть еще информация, которая показывает, что экономика действительно близка к рецессии. Розничные продажи в США упали самыми рекордными за последние 10 лет темпами. В декабре 2021 они упали почти на 2%. И это при том, что прогноз был 0,1%. Также декабрь – это Рождество, Новый год и другие праздники, когда, по идее, розничные продажи, наоборот, должны расти. Спад розничных покупок задел 10 из 13 категорий товаров в ресторанах, магазинах, барах и так далее. Кроме этого, на этом графике мы видим информацию про безработицу. Заявки на пособия по безработице снова начали расти, как видно на графике. Рост этих заявок находится на самом высоком уровне с ноября прошлого года. Но что еще меня поразило? Они говорят об этом сокращении покупок активов, про ужесточение монетарной политики, про рекордную инфляцию, наконец, признали. Но Джером Пауэлл также признается, что они до сих пор печатают деньги, чтобы удовлетворять спрос и стимулировать экономику. То есть, фактически, они ухудшают инфляцию дальше. Зачем они тянут? Ведь чем дольше будем ждать, тем больнее будет в конце. Прямо сейчас наша политика супер дружелюбная. Мы все еще стимулируем экономику. Мы совершенно не сдерживаемся на данный момент. Мы ждем момента, когда можно будет стать немного нейтральнее. А возможно, даже можно будет ужесточить политику. Да, они до сих пор печатают деньги. Супер дружелюбная политика. Инфляция падать не будет. Чего они ждут? Они подтверждают, что инфляция вышла из-под контроля, что с ней нужно бороться, что эта борьба может привести к рецессии в экономике и как следствие к падению рынков, но при этом все равно печатают деньги. Неужели непонятно, что чем дольше они будут продолжать это делать, тем более неизбежной и жестокой будет рецессия впоследствии? А меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было для тебя интересным, не забудь поддержать его лайком. Это очень помогает каналу, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!